Вы понимаете, какая огромная ответственность возложена на каждого из нас, когда мы берём в свои руки эту книгу? Эта книга определит нашу жизнь на земле, и эта книга определит нашу вечную участь после земной жизни. С другой стороны, нужно сказать, что если человек обращается к Священному Писанию, познаёт Божью волю и исполняет эту волю в своей жизни, тем самым он приобретает для себя благословение. Посмотрите, что говорит апостол Иаков в своём послании, 1 глава, с 22 стиха. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающими природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании». Кто слушает и исполняет, блажен будет в своём действовании. Субтитры создавал DimaTorzok